Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, я буду читать текст, буду давать комментарии, потому что у вас здесь довольно много есть нюансов, которые мне бы хотелось затронуть, несмотря ни на что, вот. Ну-ка, все просто потому, что вы это написали. И, соответственно, в конце, когда я вам дам эти комментарии, я выскажу вам рекомендации по поводу того, что вам делать, как вы говорите, и есть ли будущее у ваших отношений. Значит, у вас умер муж, если вы, но вы сразу добавляете, что к теме это отношение не имеете. Вот даже не знаю, как вам это сказать, что к теме отношение имеет все. И поскольку вы эту тему не раскрываете, и, как я понимаю, об этом говорить не хотите, Я просто задам вам один вопрос. Как вы перечинили смерть своего мужа, с чем эта смерть была связана, и насколько сильно, и в какую сторону изменились ваши представления о себе, о мужчинах, о детях, о семье и так далее. Это все очень важно, потому что любая смерть близкого человека, смерть любого близкого человека, точнее, простите, правильно я буду сказать, это всегда травма. Это всегда травма для вас. И, соответственно, непролаботанная травма, непролеченная травма, будет негативно влиять на вас. И поскольку негативные аспекты в вашем поведении, они присутствуют, именно негативные аспекты, ну, нельзя сбрасывать со счетов вот подобное. Это очень важно. Далее, вы пишите, что после смерти мужа у вас появились близкие отношения. Добедительное общение, секс с знакомым мужа. Вы не пишите о том, сколько времени прошло с тех пор, как у вас появились новые отношения. Сколько времени вы не пишите, но это очень важно. Потому что от времени зависит и от ваших призываний в контексте смерти мужа, зависит то, как вы себя традиционировали и продолжаете традиционировать. Учис М с новым мужчиной. Я буду называть его, наверное, мужчиной, да, а вашего мужа буду называть мужем. Также для более полной картины мне представляется необходимым задать вам вопрос. Какие у вас были отношения с мужем? Были ли у вас проблемы с ним? Потому что на отношения с мужчиной все это у вас невольно переносится и проецируется. И вот вы говорите доверительное общение. Получается, что мужчина-то вас поддерживал после смерти мужа. Получается, что мужчина вам что-то давал после того, как вы потеряли своего мужа. И это вас удерживает сейчас, на данный момент. Это то, почему вы плачете, это то, почему вы чувствуете себя ненужно. Ну вот там дальше под текст, у вас это идет. Понимаете, вы не свободны в отношениях. Вы не свободны в отношениях, вы в мужчине нуждаетесь. И связано это, скорее всего, с тем, что вы не пережили до конца смерти своего мужа. Связано это, если не со смертью мужа, то уж с некоторыми представлениями о себе. Ну вот вам тут уже коллега мой написал, что боитесь быть оброшенной, боитесь одиночества, боитесь подчас во дна, тем более воздействий. Вот эта вот зависимость. Эти страйки мешают вам относиться к себе более ценностно, мешают вам занимать более независимую позицию с этим мужчиной. И несмотря на то, что страхи это отдельная тема для разговора, и еще нужно, чтобы вы захотели с ними работать, не подавлять, а именно работать с ними. Потому что страх сам по себе это нормально, но с ним нужно работать, его нужно рационализировать, его нужно познавать, чтобы адекватно себя вести и не оказываться в заложниках этих самых страхов. Далее, при этом о чувствах мы решили не общаться, значит, и пустить все на самотеку. И особо отношений не афишировать. А тем далее вы начинаете писать, что три с половиной месяца вы с ним, и все у вас было за это время, то есть вот данный аспект вы, он сейчас больше не раскрываете. Скажите, а чем вы руководствовались, решая не общаться о чувствах и не обсуждать отношения? Понимаете ли вы, что это необходимо делать, в отношениях необходимо говорить, в отношениях необходимо слушать друг друга, и в отношениях важно говорить о том, чего я хочу. Чего я хочу, здесь подразумевается в кавычках, как прямая речь. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы, что без этого отношения это некая ширма, за которой нет вообще-то ничего, по сути ничего. И если их не обсуждать, отношения и чувства, если не говорить о том, чего я хочу, то происходит собственно вот то, что у вас произошло. У вас эмоциональный фон к мужчине изменился, у мужчины он если изменился, то он не показывает его еда, и все. И происходит отчуждение. Потому что люди не говорят, не разговаривают. И вот вы пишете очень важную вещь, что выпустили сын самотек, ну то есть по сути сняли с себя ответственность оба, за отношения. Представили свои отношения как увлечение, как, знаете, времяпровождение, как что-то несерьезное, да? Вы пишете об этом, но при этом не говорите, почему вы это сделали. Как вы это решили? С чем связано ваше решение? С чем связано решение мужчины? Понимаете ли вы свои мотивы? Понимаете ли вы его мотивы? Понимаете ли вы, для чего вы это сделали? И понимаете ли вы, для чего это сделал ваш мужчина? Устраивает ли вас то, ради чего он это делает? Насколько соответствует ваш смысл того, ради чего вы это решили, смыслу мужчин в том же самом контексте, понимаете? Чем вы руководствовали при решении? Понимали ли вы, что это более легкий путь, но в то же время более деструктивный, понимаете? Вот такие моменты, они очень важны, и вы о них не говорите, вы не рефлексируете их. И исходя из того, что вы не рефлексируете, я могу сделать вывод, что вы не осознаете себя, свои желания, свои потребности. Где здесь я? Где здесь вы? Чего вы хотите? Как вы себя позиционируете? Какая вы в отношении? Подскажется ощущение, что после смерти мужа вам нужны были близкие отношения, доверительное общение и секс. Вы это получили от мужчины. И все. Вам эта потребность не знаю, вы на ней заострили свое внимание, и вы какое-то время готовы были ради этих потребностей вообще на все, так и в глаза. Сейчас потребности вроде как вы удовлетворяете, вам хочется больше, а поздно, поздно, вы уже приняли определенный образ в глазах мужчины, вы уже приобрели определенные, ну как бы, шаблоны восприятия у него. Вы дали ему шаблоны восприятия, и он уже вас по-другому не видит. Он видит вас именно такой, значит, сейчас я зачитаю вам, вот, инициативу по нашим встречам проявляю. Я обычно первое пишу ему в мессенджере, говорю, когда готов встретиться у меня ребенок. У мужчины есть оправдание, которое, скорее всего, сами же вы ему дали, не писать вам первому, потому что у вас ребенок. Он знает, что вы напишите ему первое, и он знает, что вы не долгим проявлять инициативу, и не хочет ее сейчас проявлять. Ну вот это принципиальная позиция. Я не говорю, что она неправильная, это позиция, ибо у всех своих, как бы, вариантов. Но, с учетом того, что вы говорите, что вам хочется больше, а мужчина вам этого большего не дает, вот, надо понять. А почему так получилось? Как получилось так, что вы первая инициативу проявляете? Почему вы первая инициативу проявляете? Зачем вы первая проявляете инициативу? А для этого необходимо осознать изначально, почему вы решили не общаться о чувствах. Вы в отношениях, но вы не разговариваете, между вами нет доверия, между вами нет открытости. Вы говорите доверительное общение, но, папа, поймите, правильно, я верю, что вы друг другу доверяете. Я верю, что вы можете рассказать мужчине, что вас беспокоит, он вас поймет, даст обратную связь, это здорово. Но это не полная доверия, раз вы не общаетесь, а чувствуя друг другу. Получается, вы чего-то боитесь. Опять же. И боитесь, что вы начали еще в начале отношения, когда решили не общаться. А чувствуя. Вот. Кстати, не афицировать отношения, это что? Это стыд? Это стеснение? Это непринятие того, что у вас могут быть отношения с мужчиной? Это некое такое прогибание под моральными нормами, под общественным мнением, которые считают, что у вас после смерти мужа не должно быть жизни, а знакомый мужа не имеет права встречаться с вами, только потому, что у вас умер муж, который был знакомым ему. Понимаете? То, чем вы руководствовались при решении не общаться о чувствах, пустить все на самотек, и не афицировать свои отношения, является проблемой всего того, о чем вы пишете. Об этом можно только гадать, к сожалению. Далее, 3,5 месяца прошло, за это время у нас были совместные мероприятия, Новый год приезжали вдвоем, он помогает мне с бытовыми проблемами, мы ходим в кафе, театр и т.д. Ну, напоминает, знаете, так вот, перечисления каких-то вот, вот, как это у вас получилось, напоминает перечисление того, что обычно делает пара. Пара, там, встречает Новый год, пара ходит в кафе, ну вот выходит, все. Но, опять же, нет чувств здесь. Есть какие-то обязанности, есть какой-то долг, есть, может быть, креатив поведения пары. Да, это все нет. А чувство где? Вы говорите, что отношения не афицируем, но при этом держимся за руку, может посыловаться на улице. Но я так понимаю, что он не афицирует тебе отношения для своих близких, друзей и знакомых. А так вот, там, где никто вам не знаком, вы все спокойно можете это делать. То есть, у вас, ну, вот, по сути, это, знаете, как, это вот классическое такое вот неосознанное поведение. То есть, что-то происходит, что я не осознаю. До пореза времени хорошо, потом меняется что-то, меняется ситуация, она перестает быть такой, она становится другой, какой угодно, и начинается сразу проблема. То, что может стать другое от совершенно огромного количества факторов. И вот то, что вы привели здесь, это всего лишь очень-очень маленькая часть того, что может действительно происходить с вами. И складывается ощущение, что вы этой особенности боитесь, боитесь определенности. вы боитесь, скорее всего, ну, мне так видится, что вы боитесь реакции, которые мужчина проявит в ответ на ваши разговоры о чутках, о том, чего вы хотите. Боитесь вы, что он нас ополкнет, боитесь вы почувствовать себя, как вы это написали, не нужно, но самое главное, боитесь потерять, потерять ощущение себя женщиной. То есть, вот только с ним вы чувствуете себя женщиной, без него нет. И нужно свое чувствовать только с ним. Кстати, вот интересно, что у вас есть ребенок. И как-то вот здесь непонятно. Вы же ребенку нужны, вы же мальчику, вы же понимаете значение своей жизни. А вас чувствуете себя не нужно. Но я понимаю, что вы говорите о социальной роли. Вы говорите о том, что вот как родители, я не знаю, но мне этого мало, меня это не устраивает, я хочу всего-то другого. Мне говорят вопрос, а понимаете ли вы, что нужность – это постоянное чувство человека, это осознание собственной значимости. И понимаете ли вы, что собственная значимость – это гармония, совпадение, единение ваших ценностей, взглядов на деятельность. От вас поведение подчинено страху, подчинено неврозу, то есть вы тесняете своих желаний, вы о своих желаниях не говорите, вы работаете со своими желаниями с терапевтом, что интересно. Ну, терапевт ваше желание проработает, да, он скажет, чего вы хотите. Но вы же еще боитесь их реализовать, потому что вы не уверены в себе, потому что вы не принимаете в себе себя. Возможно, потому что у вас нету адекватной модели женского поведения. То есть есть понимание того, чего я хочу. Вот вы говорите, я хочу. Приводить время, чаще, больше совместных мероприятий, больше внимания, чтобы он проявлял больше инициативы, писал мне каждый день, звонил, позвал замуж. Созластвую очень много, очень много хочу. В отношениях, где вы даже не говорите про любовь, это хочу очень знаково. То есть помимо того, что вы о чувствах с мужчиной не разговариваете, помимо того, что вы приняли игру, которая, скорее всего, была выгодна больше мужчине, ну, это я не беру что-то, оценивать здесь может быть вам обоим на тот момент, это было интересно в равной степени. Помимо того, что вы тогда вы сняли свои желания, а сейчас эти желания дают осознавать больший степень. Понимаете? Они никуда не делят, не делят. Это правильно. Как так? Вы с мужчиной, вы ходите с ними, целуете, секс у вас есть. А внимания никакого нет. Мероприятий совместных больше нет. Время проводите вместе вы мало, для вас мало. Инициатива он тоже проявляет мало. Они пишут вас каждый день, понимаете? Это все желания, это все нормальные желания. Но они не были вами выразены тогда, и они сейчас дают осознавать больше. И вам нужно определиться с тем, о каких вы, собственно говоря, отношений хотите. Если отношений по любви, хотя о любви вы не пишете, вам нужно понять, что вот это вот ваше «хочу», оно вторичное. Потому что хотите, это все вы для себя, чтобы чувствовать себя нужным, чтобы чувствовать себя значимым. Вам это все нужно для себя. Мужчина вам этого давать не должен. В этом случае вам нужно самостоятельно на обход мужчине все вот это вот получать. И нужно свое ощущение, привлекательность своего ощущения, значимость своего чувствовать и так далее. Все эти достигаются через понимание своей цели, через личность и рост, через проработку страхов, причем не в контексте отношений с мужчиной, а вообще через работу с неуверенностью в себе, там есть целая такая схема, ну, схемка, как я с этим работаю. Вот. Стыд у вас есть, то есть тоже вот стыдитесь, не принимаете чего-то в себе, да? Вот. То есть, по сути дела, все свои потребности удовлетворяют самостоятельно. А после, если вы мужчину любите, просто делать его счастливым и показывать, что вы можете быть той женщиной, которая ему нужна. и что? И если вы все свои потребности удовлетворите, если вы мужчине, мужчина будете делать счастливым, если вы покажете, только покажете ему, то можете быть той женщиной, которая ему нужна. Кстати, какая женщина ему нужна? Тоже очень важный вопрос. То вы и увидите, вы и увидите, готов мужчина с вами на что-то серьезное или нет? Можно и к себе после этого более ценность относиться. То есть, я имею в виду, например, если вы будете все свои потребности удовлетворять, вы будете чувствовать свою ценность, вы будете понимать, что вот это вот поведение, когда вы первое пишете и первое проявляете инициативу, это не ваше поведение. Ну и все. А просто естественным путем придет новое поведение, более естественное для вас. Если вы не будете бояться потерять человека, я имею в виду мужчину, и поначалу он не будет понимать, что происходит. Почему так? ему поначалу будет казаться, что вы как-то странно себя ведете. Но опять же, вы не обчискаетесь с ним и не обсуждаете свои чувства. Поэтому я думаю, здесь будет уместно написать ему о том, что ты знаешь, дорогой, я осознал, что меня не устраивает моя подписка, что я все время тебе первое пишу. Я не чувствую, что я тебе нужна. Я не чувствую, что ты наиборажаешь с этого дня или там в течение ближайших месяцев. Я буду меньше это делать. Я хочу увидеть от тебя, что я тебе нужна. Вот такое справедливое замечание, справедливая коррекция вашего направления в отношениях. Но оно возможно только в том случае, если вы будете независимы. Оно возможно только в том случае, если вы будете самодостаточны, а вы пока не самодостаточны. Есть вот еще другое развитие ваших отношений, когда это не на любви, а на расчете. И здесь вам нужно просто мужчине быть максимально полезным. То есть показать ему, что вы можете быть ему полезным, как никто другое. Чтобы он был заинтересован в том, чтобы с вами проводить больше времени. Это связано именно с тем, что вам что я сказал делать не надо, то есть работать над собой, получать уверенность себе, сказать не надо, просто выяснять у мужчины его желания и стараться как можно больше интегрироваться в его жизнь. Чтобы он прямо в вас нуждался, чтобы он прямо увидел вас необходим. Он сам будет писать. Но это вариант более легкий, но в то же время более рискованный, в том плане, что мужчина может вас остановить, а во-вторых он в силу своей личности может не испытать такой внездаемости, как вы, например. Но это опять же решать вам здесь. Не знаю, как поговорить с ним при отшутствии отношений. Не знаю, как поговорить. А чего знать-то? Тут ведь не надо слов каких-то уникальных искать. вы хотите вы об этом говорите. Вас что-то удерживает от того, чтобы ему это сказать? Да. Что удерживает? Страх, стыд, сомнения, неуверенность в себе. Что? Моральные дилеммы, противоречия какие-то ваши, комплексы может быть, травма от смерти представления о себе. Вот что удерживает от того, чтобы с ним понимать? Не надо знать, как вы говорите от своих чувствов. Вы довольно хорошо все сказали, чего вы хотите. Вот пишите, вы только что влюбились. Я знаю, что я сказал, что непонятно, любите вы или нет, но понимаете, влюбленность и любовь это равная вещь. Влюбленность это страсть. Это потребность. Любовь это чувство куда более глубокое и более серьезное. Когда человек влюбляется, он ведет себя так, как ведете себя вы. Но если влюбленности ответа нет, то возникает фрустрация, подобная вашей. И здесь можно только себя контролировать. Ваша влюбленность, по моему мнению, это форма потребности. вы увидели, что мужчина может удовлетворить их. И стали нему испытывать тяга. Тяга это и есть влюбленность, по вашему мнению. влюбленность, любви имеет самое отдаленное отношение. То есть вы пишете еще такой момент, что хотите, чтобы он вас позвал замуж. А вот замуж вам зачем? Презвозил, писал каждый день, это я понял. А замуж вам зачем? Для чего вам семья? Вы хотите семью, вы хотите выйти замуж. Для чего зато? Нельзя хотеть выйти замуж. Нельзя хотеть замуж вот как саму цель. Замуженство это естественная форма развития отношений. Оно происходит само собой. Вы в этом нуждаться не должны. Если вы нуждаетесь, в ситуации какие-то потребности. Эти потребности нужно удовлетворять, но не путем замуж. Так вы не станете более свободны и вы не станете что главное более счастливой. Опять вам не принесет замуженство. Счастье. Потому что вы также будете чувствовать себя ненужно. Вы также будете ревноваться у его будущего мужа или возможного мужа. Вы также будете бояться его потерять. И тогда ничего не изменится за мужеством. Появится только разочарование и новые цели. Полно вероятно будет давление на мужчину что ему не понравится. Понимаете? Поэтому замужетство нельзя воспринимать как саму цель. Не обманывайте себя пожалуйста. Замужетство не решит ваших проблем. Но замужетство поможет вам понять с чего вы хотите. Это очень важно. Далее. Ходили терапию терапию терапевтам уже зашли в тупик. Зашли в тупик. Ходите на терапию как хуйю. А что с терапевтом работаете? Что есть тупик по вашему мнению? Ведь тупика на том деле не бывает. Просто нужно подняться на уровень выше в оценке ситуации и убрать центральную фигуру. используя гестальт терапии я вам ну гестальт терминологии я вам скажу. Фигуру убирается решение сразу очевидно. Это не тупик. Это просто на этом уровне нету решений которые бы вас устраивали. Но их нет. Решения такие решения чтобы вас устраивали и их не будет. Вы либо подвергаете риску мужчину говоря ему о своих чувствах либо подвергаете риску себя не говоря о своих чувствах для чего не дано. Что мне делать? Ну наверное вот с учетом того что вы написали до этого терапевта для начала поделиться результатами терапии и неким таким синопсисом это во-первых во-вторых сказать терапевту о том что вы нашли в тупик только когда я бы понял что это не работает либо применил к вам другую тактику либо перенаправил к другому терапевту либо сказал что у вас проблема не в психологических сферах если будущее у нас отношение адекватное и приемлемое для вас да если вы сделаете все что я вам сказал выберите одно из двух и двух будущее есть но опять же это не точно знаете вот если будущее это вопрос скорее к эзотерикам на предсказку о будущем будущее психологи не гадают мы можем сказать что можно сделать вам для того чтобы быть наиболее привлекательным партнером в отношениях а там еще мужчина ваш и что он думает какие у него желания мы не знаем но вам важно перестать его бояться потерять без этого отношений для вас позитивно вас не будет точно если перестанете бояться его потерять то вам по большому счету станет не важно если вас будущий имя вы каждые секундой наслаждаться будете это и есть любовь это есть любเон а вы нет вы не каждые секунды не созрание вы хотите больше если хотите больше permitir ... а значит вы подчинены своим желаниям Это не является то, что делает вас привлекательным партнером в отношениях, в частности, для мужчины тоже. Кстати, это не позволяет мужчине чувствовать себя таковым, что вы постоянно первую инициативу проявляете. Это обесценивает вас на его глазах. Ну, конечно, здесь надо опять про мужчину узнать, но по факту это так. Ну, вот так вот, если в общем говорить. Далее, как завести разговор про его и мои чувства? Завести разговор про его и ваши чувства можно очень просто. Сказать ему можно после всего, что вы сделаете, сказать ему можно так. То, ты знаешь, я сказал о тебе больше думать. Ты знаешь, я хочу с тобой засыпать и просыпаться. Ты знаешь, я хочу встречать с тобой рассвет. Ты знаешь, я хочу, чтобы надо было больше общего. Знаете, я хочу получше тебя узнать. Знаете, я хочу заботиться о тебе. Я хочу, там, делать для тебя больше. Вот, как можно завести разговор отчетных. Но опять-таки, вы спрашиваете, как завести разговор отчетных. При этом вы говорите, что вы о чувствах решили не общаться. Противоречено. И у вас, и у него. Но это, сперва, противоречено снять. И для вас, и для него. Потом, уже говорили. План на будущее решается так. Чего хотите вы. Вы говорите, чего вы хотите. Для себя. И мужчина, если вам и дрожит, он будет думать, как вам это дать. Дашь хорошо. Не дашь. Это не ваш человек, вы спокойно идете дальше. Все. Это именно так работает. И не как иначе. Почему меня так зацепили эти отношения, и я страдаю? По потребностям. Я вам это уже говорил, выделю это отдельно. По потребностям. У вас очень серьезные потребности. То есть, вы увидели, что мужчина способен вам дать все то, чего вы хотите. Он интегрировался в вашу жизнь достаточно сильно. И именно поэтому вы и зацепились. Вы увидели, что этот человек способен дать вам все, что вам нужно. Заполнить всю пустоту, что у вас есть. Этим и цепляются люди отношениями вот так болезненно, как вы. Можно ведь по-другому зацепиться. Можно зацепиться, действительно полюбив. Это чуть-чуть другое. Страдаете вы, потому что переживаете фрустрацию. Переживаете вы фрустрацию от того, что потребности есть, они появились. Удовлетворить в полном объеме вы их не можете. И из-за этого вы страдаете. Эта фрустрация – самая обычная, элементарная фрустрация. Которая мешает вам адекватно вести себя в отношениях, из-за которой вы снимаете с себя ответственность за свою роль в отношениях. И как бы перекладываете на мужчину ответственность за удовлетворение ваших потребностей и за ваше счастье, благополучие и так далее. Поэтому вы и страдаете. Но об этом я уже, в принципе, говорил. Вот. Это было мое мужское мнение. Даже не мнение, а анализ профессиональный того, что вы написали. Потому что мнение – это все-таки высказывание немножко другое. Так, вот, что вам могу порекомендовать, ну, раз вы работаете с терапевтом, значит, имеет смысл вам, значит, терапевту показать мою запись, хотя бы, для начала. Чтобы он понял, какие у вас основные проблемы. На мой профессиональный взгляд. И вот по этим проблемам и нужно работать. Проблемы, не связанные с мужчиной вашим, вообще никак. Некоторые. С ними нужно работать. Ваш изначальный запрос – это немножко не то. Это симптом, это вершина айсберга, но не его суть. А корень, скорее всего, там, еще до смерти вашего мужа. Там его и нужно искать. Уж не знаю, как с вами работал терапевт. Вот. Но, тем не менее. Естественно, это все при условии того, что вы хотите сами это все делать. Если нет, то работайте с терапевтом дальше по вашему изначальному запросу. Но хотя бы со страхами и с уверенностью в себе нужно работать. Кстати, вы не написали, сколько времени вы уходите на терапию. Тоже важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Несколько какие-то вопросы остались. Пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует.